Даже водители внедорожников на этом участке сбрасывают скорость. Впрочем, еще немного, и они смогут насладиться ездой по совершенно ровным дорогам. Ремонт на улице Гаевского начался ровно месяц назад. Он осуществляется благодаря программе голосования на портале Добродел. То есть граждане сами могли выбрать, какую улицу отремонтировать. Срок окончания работ 18 июля. Сегодня на календаре именно это число, а значит, все идет по графику. В рамках программы губернатора Московской области дороги Подмосковья в этом году впервые было проведено голосование на портале Добродел. Данный сервис был организован для учета мнений жителей о необходимости проведения ремонта на тех или иных участках дорог. Мы устранили большое количество ям на дорогах. Об этом тоже много говорили. Оцифровку, участие жителей, добросовестная работа наших дорожников. Но мы получили огромное количество обращений от жителей. И вот с помощью системы Добродел мы облегчим жизнь жителям наших городов. Кольцевая развязка на пересечении улицы Гаевского и Советского проезда также вошла в программу ремонта. Подрядчик работает, не выходя из заявленных сроков, даже с опережением их. Надеемся, что в ближайшее время эти работы будут завершены. А жителей, соответственно, просим за временные трудности извинения. Впрочем, как показал небольшой опрос автомобилистов, большинство относится к происходящему с пониманием. Как вы относитесь вот к этим временным неудобствам? Да нормально. Дорога же будет хорошая. То есть положительно? Положительно. Все люди работают, но надо делать свое дело как бы пошустрее. Да мне кажется, можно потерпеть все это, но зато будет дорога классная. До этого вроде как тоже неплохая, но сейчас я смотрю, вообще будет шикарная дорога. Как выясняется, терпеть такое положение вещей придется совсем недолго. Работа, установка бортового камня, укладка асфальтобетона и потом благоустройство после этого. Сегодня заканчиваем с асфальтобетоном, укладка, а завтра, послезавтра уже по благоустройству. Благоустройство – это восстановление асфальта или газона вдоль дорог. Его также проведут в кратчайшие сроки. В центре площади пока одиноко торчат провода, но планируется, что здесь будет нанесена разметка, а в центре установят малую архитектурную форму. Какую? Пока секрет. Этот ремонт – лишь часть губернаторской программы, которая реализуется сейчас по всему Подмосковью, в том числе и в Ленинском районе. В этом году мы 22 дороги в целом по Ленинскому муниципальному району в основе своей. Это городское поселение Видное и чуть меньше в городском поселении Горки Ленинский проводим ремонт в рамках софинансирования с бюджетом Московской области. В рамках денежных средств поселения ремонтируем также еще 31 дорогу на территории всего Ленинского муниципального района. На текущее время работы в самом разгаре закончены порядка 12 объектов, и в ближайшее время будут закончены еще порядка 20 объектов. Все перечисленные работы планируется закончить до 1 сентября, если позволит погода. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.